Всем привет! С вами сицилийская фисташка. Сегодня у нас очень красивое вьющееся растение на обзоре в рубрике «Ветка». Растение выглядит таким образом. Есть несколько цветов, которые в цветущем состоянии. Я их хочу поближе показать. Такие вот цветочки. Наверняка очень многие видели. Достаточно распространено. Есть такую другую оттенку фиолетовую. И у этого растения, у него вот такие плоды. Они в виде горошка. Он и называется горошек. Но не только. У него несколько названий. Это вообще семейство бобовые, как ни странно. Очень интересный факт, что именно эта культура, именно эти растения, семейство бобовых, они являются гормовым растением для крупного рогатого скота. То есть вообще эта культура специально выращивается именно как гормовая. Я еще поближе покажу. Очень красивый венок. У него множество таких... закручивающихся, как пружинки зеленых побегов. Очень интересно. Вот он ведется. Очень... Ой... Стелится быстро после того, как он начинает расти. Он уже по земле начинает стелиться. И очень обильно растет. И переносит заморозки аж до минус 6 градусов. Это просто колоссальная выдержка растения. Представляете? До минус 6. То есть это мороз. Он может его побег. Если падут морозы, он не погибнет. Такое растение. Итак, что хочу сказать про него. Во-первых, у него несколько названий. Помимо того, что это горошек мохнатый, он же еще и вика называется. То есть вообще, по сути, в ботаническом его аспекте это вика растение. Вика, которая обладает огромным совершенно спектром разновидностей. Порядка 136 видов у нее. И также она есть и однолетняя, и многолетняя. Но все-таки основное то, что мы сейчас будем говорить, его ботаническое описание про однолетнее растение, которое именно как раз, как горошек мохнатый, та же самая. То есть этот же горошек мохнатый, он называется вика мохнатая. То есть несколько названий. Но еще есть у нее название вика озимая, вика песчаная. Просто горошек его называют. И его засеивают полями еще к культурам, к злаковым. И еще помимо этого он является хорошим сидератом. До такой степени хорошим, что если на земле посадить в землю данный вид растения, после него урожайность повышается практически на 50%. Это просто колоссально. Что у нас по ботаническому описанию? Цветет оно, как я уже показала, лиловыми и синими цветками. Кстати говоря, реально очень красивое. То есть вот если не знать, что это кормовое растение, то есть оно же, если кормовое, это практически ценный белок для животных. Такие, так сказать, протеиновые волокна. Вот. Кто бы мог подумать, что это бобовое, да? Такой вот еночек в полях. Он, в принципе, даже не в лесах где-то, где его можно встретить. Ну, хотя он очень не сопоставленный. Его можно встретить и в полях, и на бугах. Вот. Здесь он достаточно неприхотлив. Итак, что у нас по ботаническому описанию? Это однолетнее, реже многолетнее, древнистое растение с лазающим, сильно разветвленным стеблем 30-150 см высотой от длинноволосистого или шелковистого до голого. Листья парно-перестые 3-6 см длиной с ланцетными, раздвуно-резанными или полустреловидными прилистниками 7-12 мм длиной. Листочки в 4 от 4 до 12 парах. Линейные, подолговатые или ланцетные, 1-3 см длиной и 3-7 мм шириной. На верхушке тупые, заостренные или острые со строконечием. Усик, которым заканчивается лист, с двумя-тремя разветвлениями. Развивается глубоко идущий стержневой корень с хорошо развитой сетью мелких корешков. На корнях развиваются азот, фиксирующий бактерии. Узлы гущения залегают над самой поверхностью почвы и не страдают от стравливания и скашивания. Цветки собраны в густые кисти по 10-30 см. Чашечка косок колокольчатая с неравными зубцами. Нижние зубцы нередко равные. Трубки по длине или длине ее. Либо же все зубцы короче трубки. Венчик лилово-синий, лиловый, бледно-лиловый, бледно-красный, бледно-синий или белый. Один и от 1 до 2 см длиной. Флаг линейный или продолговатый, стянутый в средней части. Крылья короче флага, но длиннее лодочки. Флот продолговатый или продолговато ромбовидный. Боб 2-4 см длиной и 4-12 мм шириной. Сетчатый поверхностью 2-8 шаровидными или с плюснутыми шаровидными черными семенами. Около 3 см в диаметре. Распространен он в Северной Африке, Центральной и Юго-Западной Азии, Южной и Центральной Европе. В настоящее время обладает космополитичным ареалом. В Северную Америку горошек был заведен в 18 веке. В Великобританию в 1815 году и к 1857 году начал дичать. К почвам нетребователен. В его структуре волокон есть такие полезные вещества. Полезные вещества, как каротин, кальций, фосфор, сера и магний. Что еще? Также это растение является энтомофильным. Это значит, он опыляется насекомыми. Про то, что у нас сидират, я уже сказала. Это у нас двудольный класс растений. Порядок бобово-цветный. Семейство бобовый. Вид род горошек. Горошек мохнатый. Опять же, применение в сельском хозяйстве активно. Ну, а так, в принципе, это такое растение. Хотя, если любители сада-огорода, не знаю. Хотя, да, садовый огород у нас это горошек обыкновенный. Про него мы еще поговорим. Садовый горошек. Он очень красиво цветет, действительно. Потрясающий аромат у него очень тонкий. Но это уже в следующих видео. Ну, вот такое небольшое видео про Вику мохнатую и его особенности. А с вами была я, Селинская Кисташка. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok